Будут ли показывать киберспортивные матчи по телеканалам и когда в университетах появятся кафедры киберспортивных дисциплин? Узнаем из эксклюзивного интервью с президентом Федерации компьютерного спорта России Дмитрием Смитом. Сегодня рынок киберспорта возглавляют Китай, Южная Корея и США. Россия, занявшая пятое место в рейтинге стран-лидеров, насчитывает 3816 профессиональных игроков и около 20 лет истории. Что эти цифры говорят о реальной популярности киберспорта в нашей стране? Мы были первой страной в мире, кто признал компьютерный спорт. По нашему образу и подобию создавалось более 30 федераций в мире. Мы с этой точки зрения являемся родоначальниками этой истории. Даже по самым скромным оценкам в России порядка 18 миллионов человек, которые увлекаются киберспортом. И эта аудитория растет с бешеной скоростью. Последние исследования показали рост в 28% ежегодно. Это колоссально. То есть ни один вид спорта не набирает такую популярность. Но раз киберспорт так популярен, почему мы не видим трансляции крупнейших турниров на федеральных спортивных телеканалах? Ведь если на шоу есть спрос, в новостях киберспорта должны быть заинтересованы не только тематические СМИ. Были попытки показывать на федеральном канале, но там другая аудитория. В киберспорте есть все необходимое. Там есть комментаторы, студии аналитики, есть свои звезды, есть свои интриги, скандалы. Все есть, что необходимо для хорошего шоу. В принципе, киберспорт – это такая сущность, которая зародилась на стыке трех вещей. Технологии, спорт и шоу. Поэтому здесь не требуется телевидение, чтобы сделать из этого что-то. Киберспорт, как образовательная дисциплина, уже укоренился в вузах Китая, норвежских и шведских школах. В Российском университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма уже не первый год ведется набор студентов по специальности «Теория и методика компьютерного спорта». Перешагнула ли эта инновация порог Татарстана и могут ли студенты самостоятельно попасть в профессиональную лигу? Казань для нас является и всегда была опорным регионом. Здесь раньше других начали проходить соревнования, в том числе и международные. И уже сейчас с кафедрой Поволжской Академии мы начинаем запуск программы по подготовке тренеров. Дальше этот список будет расширяться. В целом мы не ограничиваемся только спортивными вузами. Студенты имеют возможность участвовать в жизни клуба спортивного, который находится практически внутри каждого вуза. И мы говорим именно про спортивный клуб целиком, не про какую-то отдельную киберспортивную часть. Киберспорт такой же вид спорта, как все остальные, футбол, хоккей и прочее, ничем не отличается. Свою порцию признания киберспорт получил и в рамках спортивно ориентированных мероприятий страны. На 9-м международном форуме России «Спортивная держава», который пройдет в Казань-Экспо с 8 по 10 сентября, к киберспорту будет отведено сразу два выставочных стенда. Мы хотим показать, что такое киберспорт максимально широкому кругу. Там будут представлены все спортивные дисциплины, которые сейчас включены в компьютерный спорт, включая технический симулятор в виде управления дронами виртуальной реальности. Можно будет прийти, посмотреть на этом стенде, попробовать себя, поучаствовать. Мы планируем там точно так же уделять отдельное внимание общей физической подготовке. У нас будут специальные лекции проходить. В какой-то момент мы рассчитываем, что наши киберспортсмены смогут прийти на стенд ГТО и разбить миф о том, что они какие-то задохлики, очкарики, слабаки и так далее. То есть попробовать сдать нормативы, я думаю, что это у них вполне получится. Ариадна Кугушева, Камила Хайрулина, Фарид Захитоглы, Универньюз.